Друзья, всем привет еще раз, очень рад вас всех видеть. Меня зовут Наги, как сказал Славик, я азербайджанец. Спасибо. Хочу сегодня рассказать вам о себе. Давайте я вас начну. Для начала договоримся. Схема такая. Я вам говорю свои приколы, вы смеетесь. Очень простая схема, да? Потому что, как бы, смеяться над моими шутками больше ваших интересов, как бы не я 200 сот заплатил, это понятная идея. Я бы бесхватен. Друзья, я работаю в больнице, работаю хирургом, но моя проблема... Спасибо. Это мои пациенты. Я им обрезание просто делаю. Дело в том, что я работаю в больнице, я хирург, но моя проблема в том, что я молодой хирург. А люди не привыкли доверять молодым хирургам. Абидас? И поэтому проблема молодого хирурга очень похожа на проблему некрасивой проститутки. Потому что, когда меня видят пациенты, они обычно говорят, о, вы хирург, а можно в руки их посмотреть? Ну, я не умываю, потому что я в больнице самый молодой, а молодые любят поприкалываться, я люблю поприкалываться со своими коллегами. Дело в том, что я сижу в кабинете, в одном кабинете с гинекологом, и мы часто с ним по работе созваниваемся. И однажды он ушел в кабинет и оставил свой телефон опрометчиво. Я беру телефон, думаю, поприкалываюсь, возьмите на заметку, беру, захожу в контакты и меняю свое имя в контактах, удаляю ноги и пишу Ира Сиськи. Дожидаю в 9 часов вечера, когда он с женой, наверняка дома, и звоню ему. Естественно, не берет. На следующее утро он опаздывает на работу, понятное дело. Звое не рассказывает. Прикинь, что жена подвигает с моим телефоном, говорит, смотри, тебе какая-то инфа звонила. Кто же такая? Он говорит, я на ней растерялся. Говорю, ну, наверное, пациентка. А почему Сиськи? Ну, у нее мастопатия. Да вообще, останет меня, что ты не стала. Он говорит, что это, наверное, просто слово замкнуло, в общем, конфликт. Но вы не переживайте за них, у них все нормально. Завтра разводятся. Такие приколы. Еще я хочу сказать, что я очень люблю футбол. Говорю, футбол, но я думаю, что здесь многие, да? Похлопайте, кто любит футбол, мужчины. Болит за Барселону. Похлопайте, кто болит за Барселону. Все, ладно, не важно. Не пропускай ни один матч. Оказывается, я сети пропустил случайно. И думаю, целый день не буду смотреть новости, ни с кем не буду говорить про футбол. Чтобы вечером спокойно посмотреть, ну, повтор. Прихожу домой, дома никого. До футбола 4 часа. Думаю, что делать? Позову девушку, наверное. Звоню девушке, говорю, Оля, Джанна. Приезжает, что там? Она приезжает. Сидим, ждем футбол. Скучно. Скучно, до футбола 4 часа я ей намекаю. Говорю, ну, что, может, пока европейский матч или Тарсян. Так, я не думаю, в свою матчевую встречу. Закочу пару кавказских мячей в твои славянские ворота. Она говорит, нет, да что, да отстань, да не пистовагнешь. В общем, шла 20-я минута, счет 2-0 в пользу Азербайджана.